Добрый день, это Смысл недели, экспертиза знаковых событий с ведущими экспертами страны. Меня зовут Оксана Дякина, я политический обозреватель и политтехнолог. Со мной на связи мой коллега, редактор Federal Press по регионам Южного и Северокавказского федеральных округов Андрей Гусин. Доброго времени суток. Итак, Михаил Мишустин продлил мораторий на плановые проверки для малого и среднего бизнеса до конца следующего года. Это одна из мер по оказанию помощи предпринимателям. При этом мораторий не распространяется на компании, чья работа сопряжена с риском причинения вреда здоровью людей либо окружающей среде. Напомню, что первый мораторий действовал в период с 2016 года, как раз тогда были выборы в Госдуму нынешнего созыва, по 2018 годы. И от плановых проверок на тот период освободили свыше 500 тысяч малых предприятий. По сути, эта мера, по словам правительства, доказала свою эффективность и последствия были продлены еще на два года. В документе содержится еще несколько положений, которые также направлены на снижение административной нагрузки на бизнес. Например, контролирующий орган может заменить многодневную выездную проверку коротким визитом инспектора. Одновременно с этим закрепляется возможность вести надзор в дистанционном формате, привычной уже сегодня удаленке, с помощью аудио-видеосвязи. Эти послабления коснутся как небольших, так и более крупных компаний. Правда, не очень понимаю эффективность проверок с помощью аудиосвязи, но да ладно. Принятое постановление, как обещают в правительстве, позволит ускорить восстановление бизнеса, также сократить количество личных контактов между контролерами и предпринимателями, что, собственно, наиболее важно в период пандемии. Андрей, как ты считаешь, является ли эта мера эффективной помощью малому и среднему бизнесу? Правильное определение этой меры на самом деле, по слову, показушное. Более того, здесь ждать не стоит. Давайте разберемся. Трехдневная проверка, она трехдневная не потому, что три дня надо терзать бизнес. Потому что есть регламент, который теоретически быстрее не поверить, чем за условно три дня. И вот эти три дня мы запихиваем в один час, условно, чтобы избежать давления на бизнес. Но мы же понимаем, чего это придет. Вот придет тот самый проверяющий и скажет, родной, значит, у меня есть час, давай, мне надо вот что-то выписать, потому что без протокола восстановления я уйти не могу. Поэтому никакой проверки не будет. Будет чисто написание какой-то формально минимального штрафа, чисто статистику, чтобы сходилось. Дистанционный, ты правильно отметил, это вообще, но это, не знаю, каким словом это можно подобрать культурным. Но это не проверка. Что вы собираете? Дистанционные документы, они вам в налоговую сданы. Что, у меня дистанционную пожарную безопасность проверить? Это как? Сними на видео, на скайп, повернись, сделай селфи на фоне огнетушителя, чтобы я увидел какую-то маркировку. По аудиосвязи, Андрей, по аудиосвязи. То есть можно по телефону позвонить и проверить. Вообще шикарно. Знаешь, а потом должно быть в конце так. Пришлите смайлик, который описывает проверку, да, ватсапчиком, шкиньте, как вы удовлетворены. Простите от, ну, до смайлика нормального, да, я там уж не буду, ладно, приличные люди. Вот, на самом деле вопрос, как они оценивают какой-то мораторий, значит, эффективен. Хорошо, ребят, эффективен в чем? Меньше административного налогового давления на бизнес. То есть меньше штрафов, да, давайте называть вещи прямыми, настоящими, там, определениями. Притом налоги-то с бизнеса никто не снял. В ряде регионов, наоборот, было в этом году повышена налоговая ставка на землю и на коммерческую недвижимость. Соответственно, если вы говорите, что бизнес, мы с тебя снимаем, вот этот штраф, мол, вот мы не будем проверять, у тебя не будет здесь штрафа. Это не значит, что бизнес пойдет заниматься произволом, начнет, там, простите, беспределить и заниматься чем угодно. Он все равно будет соблюдать нормы, он все равно будет работать, будут неплановые проверки, они чуть позже. То есть, в принципе, чиновники расписываются в чем? Они говорят, что, ребята, без этих штрафов и проверок можно жить. Бизнес может существовать вместе с людьми, никто не умрет, все будет хорошо. Соответственно, мы понимаем, что чиновники, по сути, проверяли те направления, которые не обязательны. Ну и говоря о русских чиновниках, российских, мы должны строго понимать, что как только они говорят, мы вам помогаем, надо бояться. Это не помощь, это что-то будет сейчас. Вишенка на торте, да, ребят, вы-то отменили одну плановую проверку, который готовился заранее в бизнес, кстати. Но на фоне коронавируса у нас подписано постановление в каждом регионе, которое расширяет штат чиновников, потому что он может прийти в любой бизнес и проверить его. Не важно, на соблюдение масочного режима, вообще не важно. Соответственно, количество проверок-то, по факту, оно увеличилось. Оно не уменьшилось на одно, оно увеличилось на бесконечность. И они не относятся к той категории, на которой заложены моратории. Иными словами, каждый из этой толпы, подкрепленной казачьим чопом, может прийти спокойненько и проверить и выписать штраф. Ребята, будем реалисты, мы штрафы за корону, они гораздо серьезнее. Они вплоть до закрытия бизнеса на 90 дней. Чечня, кстати, миллион штраф ввела. Ребята, миллион, какой малый бизнес выдержит? У Чечни там дефицит бюджета, но не такой же степени. Поэтому, на самом деле, я всегда говорил, что с государством играть в азартные игры не стоит. В нем вся колода крапленная. И вот здесь, знаешь, как те наперсочники на вокзале, только с одной стороны чиновники, с другой бизнес. И вот шансов у бизнеса здесь выиграть нет, и моратория – это профанация. Ну, ты совершенно верно отметил, и можно еще здесь упомянуть и другую сторону медали, а именно права потребителей. Мы понимаем, что мораторий не затрагивает опасные отрасли. Вместе с тем, собственно, какие сферы бизнеса можно назвать 100% безопасными. Скажем, производство детских игрушек или продовольственный магазин, они прямой угрозы людям, конечно же, не несут. Но, опять же, если там нет проверок, вот будет это хорошо для потребителей, или, может быть, будет плохо. Кроме того, вспомним ставшую крылатой фразу Дмитрия Медведева, тогда еще президента страны, о том, что не нужно кошмарить бизнес. Медведев произнес ее летом 2008 года, и напомню, что через полтора года, именно в декабре 2009, и через несколько дней уже будет годовщина этого страшного события, произошла трагедия в Перми. Тогда сгорел клуб «Хромая лошадь», посетители просто сгорели заживо, и при этом в течение всего года бизнес не кошмарили, следуя указанию президента, а либо еще каким-то непонятным причинам. Ну и с продлением моратория сейчас, не получим ли мы «Хромой лошадь» в итоге, либо «Зимнюю вишню», не дай бог? Андрей, твое мнение? Ну, на самом деле, «Зимняя вишня», насколько я помню, никак не связана с тем мораторием, там, трагедия в ней, на самом деле, она связана с банальной русской привычной, нам уже до боли знакомой коррупции, как вот «Балалайка», «Медведь», «Снег», вот, коррупция, да, в этом же придуна должна стоять, на самом деле, эта фраза, это слово. На самом деле, туда же приезжали проверки с момента открытия, там были регулярные проверки, там за это, кстати, люди арестованы, потому что они не видели нарушений. На самом деле, введение моратория, его воспринимают странно. Это не выглядит так, вот, знаешь, как ввели сегодня мораторий, вот в 8 вечера он начинает действовать. В 8.05 под покровом ночи, там, в свое, там, условно, кафе, либо, там, торговый центр бежит предприниматель, и давай, короче, там, аварийные выходы заваривать, закрывать, вешать везде пожароопасные потолки, и огнетушители быстро менять на тех, которые не работают. Такого нет. Проблема в этих двух заведениях, она никак не связана с мораториями, это связано только с коррупцией, то есть это много-много времени тянулась эта проблема, на нее закрывали глаза, она дошла до какой-то критической ситуации. К сожалению, она перешла эту точку, и вот она случилась трагедия. Поэтому, никак мораторий с этим не связан, вообще мораторий с бизнесом, по сути, никак не связан, кроме как, там, немножко штрафов убавили, но остальные оставили. На самом деле, мир меняется, да, и должны меняться правила проверки. Да и, в принципе, отношение к бизнесу, как и у бизнеса, к правительству проверяющим и к всем законам. Но, к сожалению, эти вот законы меняются, это правила игры, которые постоянно меняются чиновниками, но не бизнесом. Поэтому бизнесу за ними не успеть. У нас получается ситуация, когда, знаешь, как мир ушел вперед, а проверки остались на том уровне, там, 90-х, 2000-х годов. Поэтому, ну, я же говорю, чиновники, как те наперточники. Если ты видишь, на что игра идет, ну, выиграть ее-то нельзя. В любом случае ты останешься должен, и в любом случае ты будешь виноват. Вот, кстати, да, ремарка. Вот, предположим, да, зимняя вишня и хромая ложь, они же с кем-то общались. Как-то-то их нарушения не были видны. Но кто сел-то? Сел хозяин бизнеса. Простите, но он выполнил условия. У него же тоже, я так понимаю, были свои какие-то ограничения. Да, Андрей, с твоим мнением и согласен наш эксперт, он тоже обратил внимание на то, что независимости от наличия либо отсутствия моратория на проверке, собственно, если нужно чиновникам закрыть на что-то глаза, они их закроют. Опять же, если нужно, как говорится, прессануть, уж извините за такое слово, то и это будет, независимо от... Да, 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 совершенно верно. Вот что по этому поводу нам рассказал председатель правления Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Ему слово. Зимняя вишня и другие излучаемые происшествия у нас случились, когда никакого моратория на проверке не было. Поэтому здесь во многом зависит не от количества проверяющих, а от совести и жадности предпринимателей, которые соблюдают требования пожарной безопасности и прочей регулярной преданции, либо не соблюдают. И никакими отдельными, скажем, проверками мы ситуацию эту быстро не исправим. Что же касается моратория на проверке, ну, откровенно говоря, мне в моей деятельности вот этот мораторий мешает, потому что мы сталкиваемся регулярно с ситуацией, когда нарушаются права граждан, в частности в жилищной сфере. Государственная жилищная инспекция не проводит выявленные проверки в силу вот этих всех коронавирусных ограничений. И, соответственно, создается неблагоприятная обстановка и в доме, которая может привести к дальнейшим, скажем, неблагоприятным последствиям для жильцов. Поэтому я не думаю, что эта мера действительно помогает людям, помогает бизнесу, облегчает как-то жизнь. Я бы, знаете, что предложил? Продлить налоговые каникулы. То есть вот это действительно бизнес спасает. То есть когда малый и средний бизнес, нужно часть налогов не платить, то есть отложить оплату там на какой-то срок. И нужны какие-то целевые меры поддержки. Наиболее пострадавшим от коронавируса в всей этой истории сегментам, то, что у нас там закрывается, там нужны целевые меры поддержки. Может быть, это в том числе умиротное кредитование, какие-то моратории на какие-то платежи дополнительные. Ну, в таком плане. А проверки я бы оставил. Пусть они проходят. И другая важная тема на этой неделе. Владимир Путин поручил с 7 декабря начать массовую вакцинацию от коронавируса. Глава государства отметил, что уже в ближайшие дни в России будет произведено свыше 2 миллионов доз вакцины «Спутник Ви». Вакцинация начинается с представителей групп РИСК, а именно врачей и учителей. Как нам сообщает вице-премьер Татьяна Голикова, вакцина будет предоставляться бесплатно. И более того, она должна проходить исключительно в добровольном порядке. Это, по идее, должно существенно снизить, как отмечают инфекционисты, распространение пандемии коронавируса. Я, кстати, отмечу также, что в России уже готовы 2 вакцины от COVID-19. Кроме упоминаемого мной «Спутника Ви», это также «Эпивак Корона». А скоро будет готова еще одна вакцина от центра Чумакова. Андрей, вот ты себе сделаешь прививку от коронавируса? И какую? На самом деле, я бы Голиковой не доверял, мы с тобой уже раз об этом говорили. Но, если так по-честному, я не доктор, не учитель, не соцработник, поэтому в первую волну вакцинации, естественно, я не попадаю. Страны эти рассчитаны. На самом деле, я готов сделать прививку, я готов быть добровольцем, все, что угодно, в любое время. У нас вот эта гонка между странами за титул первого, кто начал вакцинировать население своей страны, например, стал напоминать освоение космоса. На самом деле, это хорошо, даже дважды. С одной стороны, это важный политический момент. Мы говорим, что эта страна начала первую, условно, мы начали первую вакцинацию. Это, ребята, как первый полет в космос. Все, это вписано в историю, это вписано навсегда. Это политический вес, это аппаратный вес. Это потом, простите, мы эту вакцину уже будем в другие страны поставлять. Мы же уже там провели переговоры. И второй важный момент, наверное, важнее даже, чем первый. Ситуация тяжелая не только в России, она тяжелая по всему миру. И поэтому, чем быстрее мы начнем вакцинацию, тем это, кажется, лучше на здоровье населения и, в принципе, опять же, на экономике. То есть, ну, это целиком. Ну, мы быстрее вернемся к тому более-менее привычному формату жизни, в котором мы были до коронавируса. Вот. Но вопрос другой, что у нас, конечно, готов сделать прививку. У нас, понимаем, есть чиновники, депутаты и прочие хозяева мира, которые, как я вот знаю, уже выстраиваются в очередь, значит, в регионах. Короткий пример. Вот как только Владимир Путин сказал о том, что будет у нас вакцинация, в этот же день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сказал, что он организовал, значит, опорные точки у себя в регионе, где будет осуществляться вакцинация. Ну, проблем в другом, то есть. Ну, у нас, как бы, еще нет регламента, он только разрабатывается, будет к понедельнику, по которому будет доставляться коронараспределяция, в том числе и по объему между людей, но у него уже все есть. То есть он еще не знает, как это будет, но у него уже все есть. Ну, знаешь, как вспоминается день выборов. Ну, зато ты главный, да, зато ты первый. Ну, у кого из нас мост-то не падал. Вот. На самом деле, возвращаясь к проблематике, надо смотреть, что произойдет на практике и не в плане самой вакцины. Я уверен, что любая из представленных вакцин, она эффективна, иначе она рынок не выпустит. Другой вопрос, как мы это проведем в регионах. К сожалению, с завидным регулятором, знаешь, завидным постоянством регионы противоречат федеральному центру. Федеральный центр достаточно часто не видит того, что хотел бы увидеть в регионах. И почему-то, мне кажется, здесь так и будет. Значит, на самом деле, здесь не только там, как бы, в самой вакцине. Я уверен, что ее поставят. Есть вопрос, а как превью, да, кого, в какой момент, какие списки будут. Важный момент, потом же надо наблюдать каждого из пациентов, реально каждого. Потому что ситуация сложная. Это все-таки статистика, это первая корона, да, первая вакцина. И как это будет идти по регионам, насколько хорошо отнесутся губернаторы от этих Мишустин, подчеркнул, что именно они отвечают. Это к вопросу открытых точек в Ставропольском крае. Вот. То есть, как это все будет в регионах, к сожалению, вот, лично у меня вызывают вопросы. И здесь, знаешь, дело не в короне. Дело в людях на местах. Вот. Мне, на самом деле, не хотелось бы, да, тоже было уже сказано, чтобы вот этот Новикавчег с короной, да, на него первый или единственный, не дай бог, сели наши какие-то там чиновники, депутаты, или там очень-очень крупные коммерсанты. Ну, и тоже, как это и сторонняя к вакцинации, уже даже завела себе прививочную карту, думаю, сделаю себе прививку, но, правда, не сейчас, наверное, ближе к лету. В Москве, кстати, отмечу, что по согласованию с правительством России и с целью, собственно, откатки огромного механизма массовой вакцинации открыта электронная запись на прививку для работников образования, здравоохранения, собственно, всех форм собственности, то есть и как врачей наших бесплатных государственных больниц, так и частных клиник, то же самое касается частных школ, а также для работников городских социальных служб, начиная, собственно, с сегодняшнего дня, то есть 4 декабря. И, по словам Сергея Собянина, в ближайшие уже недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будет расширяться. Работа прививочных пунктов у нас начинается с завтрашнего дня, то есть 5 декабря. Ну, вот что мне нравится, это, конечно, факт добровольности вакцинации, однако, как оказалось и здесь, у нас президент хочет как лучше, на местах получается, блин, как всегда. Да, вот президент Лиги защиты прав врачей Семен Гальперин рассказал о случаях просто принуждения к вакцинации в регионах врачей и поделился своим мнением о начале масштабной прививочной кампании от коронавируса в России. Ему слово. В поликлиниках Москвы действительно там было распоряжение местного руководства о том, что обязаны медработники пройти вакцинацию, да, и под угрозой отстранения от работы. И даже были сообщения о том, что увольнялись у нас сотрудники на этом основании. Поэтому может быть всякая ситуация. На самом деле, понимаете, у нас обещают всегда одно, но в деле происходит другое достаточно часто. Поэтому исключить, что где-то будет злоупотребление, а это именно злоупотребление, потому что по закону на сегодняшний день нельзя заставить проходить вакцинацию. Вакцинация от коронавируса не является обязательной для каких-либо работ, для сотрудников, в том числе медицинских и учебных учреждений. Хотя я поддерживаю идею вакцинации. Наверное, она может дать какой-то результат. С точки зрения точных данных об эффективности вакцины от коронавируса на сегодняшний день, конечно, не существует, потому что годовой срок исследования, который был объявлен в тот осень, он еще не закончился. И результатов мы, конечно, не можем. Несмотря на все объявления об эффективности порядка 90% и выше. Больше рассуждений. Поэтому я считаю, что, конечно, добровольность вакцинации на сегодняшний день обязательные условия для того, чтобы оперативно все проводилось. И третья на сегодня тема. К нам присоединилась наша коллега-корреспондент Фидерал Пресс Екатерина Сомина. Тема довольно-таки важная. Недавно в Санкт-Петербурге, если вы помните, разгорелся скандал из-за концерта рэпера Баста. Я напомню, чтобы избежать столпотворения, Баста собрался развести эти концерты. То есть он провел два мероприятия, 27 и 28 ноября. Оба этих концерта были согласованы с местными властями. Зал заполняли только наполовину, чтобы снизить риск заражения. Кстати, с 1 декабря допустимую долю вообще сократили до 25%. Это допустимая доля зрителей в зале. Но ролик с концерта, когда вышел, он вызвал шквал возмущения в социальных сетях, потому что, собственно, люди увидели, что ни о какой дистанции обещаемой и никаких соблюдений правил вообще речи не шло. И культурную столицу, кстати, возмутило даже не только тот факт, что там люди стояли близко друг к другу, без массы, без защиты, но также и то, что, собственно, музеи закрыты, а у БАЗ-то какая-то, получается, что, особая договоренность с коронавирусом, как писали в соцсетях. В общем, культурную столицу нашу это возбутило. Тем не менее, Санкт-Петербург уже пошел на ужесточение правил, и с 30 декабря планируется закрытие кафе и ресторанов на 5 дней. Кстати, это не единственный регион, где подобные ограничения действуют. Вообще, россиянам рекомендовали этот Новый год отметить дома со своими семьями. Ну вот у меня, кстати, есть такое подозрение, что наши люди вовсе не готовы сидеть дома. В этом году очевидно, да, что любимая зимняя забава многих под угрозой, по крайней мере, горнолыжные курорты Европы уже массово закрываются. Но ведь у нас тоже есть свои горнолыжные курорты, довольно-таки популярные, особенно закрытием, собственно, границ. И у нас на связи, я же ее представила, обозреватель Федерал-пресс по Сибирскому федеральному округу Екатерина Сумина. Сейчас мы хотим послушать нашего Андрея. Андрей, расскажи, пожалуйста, как обстоят дела с горнолыжными курортами в ваших регионах? Основной это, конечно же, Шерегеш на Кузбассе и Роза Хутор на Кубани. Вот расскажи, пожалуйста, о ситуации в Краснодарском крае. Не планируют ли закрывать эти курорты? Есть ли там спрос какой-то, возможно, ажиотаж? И, наконец, какой там сервис? То есть будут ли довольны любители покататься? Ну и в плане, конечно, мер безопасности тоже. Ну, давай начнем с простого, что не только Кубань, но и Крым, и у нас тут и Кавказ. Традиционная зимняя забава ситуация сложилась, на самом деле, предсказуемо для нашего нищего, в кавычках, населения России, стрепанного коронавирусом. Как только в Москве объявили первую волну ограничений предновогодних, знаешь, сразу пошел рост, спрос пошел на курорты, надо говорить, здесь не только там о Розе Хутор. У нас есть еще и Красная Поляна, и Газпром курорт, достаточно хватает. У нас, кстати, организованы зимние курорты на пляже, там тоже спрос шел. Потом Крым добавил ограничения, и Краснодарский край вообще оказался в лидерах по бронированию. Притом это было, как бы утверждалось несколькими агентствами туристическими. Дальше Европа начала говорить о том, что, ребята, мы закроем курортные, горнолыжные курорты на праздники. Ну и, соответственно, значительная часть России, я говорю сейчас о европейской в основном части России, и, кстати, зарубежья некоторая, естественно, устремилась к нам, да. На самом деле они традиционно популярны в новогодние эти каникулы, там очень много людей, всегда все битком, несмотря на стоимость, это абсолютно нормально. Краснодарский край, Ростовская область на ласточках на выходные ездит покататься, достаточно интересно смотрится в самой ласточке, потому что столько лыж разом, знаешь, там не пройти даже кофе попить. На самом деле, раскупаются путевки, действительно есть ажиотаж, и на побережье, давайте говорить не только о горах, все-таки климат Кубани позволяет на бережку посидеть и зимой вполне, паться там, ладно, особо отчаянные только могут. Я не думаю, что эти правила изменятся и будут какие-то отмены туров, по крайней мере, правительство говорит о том, что собирается контролировать масочный режим и прочее соблюдение. Как это будет делаться, я не понимаю, честно, и любой, кто был условно на горнолыжных курортах Кубани, ну, я думаю, он понимает, как это все выглядит, особенно если там на Новый год пару раз там был, три даже подряд там я ездил, и я, как они это собираются делать, тут мне непонятно, например. Ну, там хаос и анархия в этом плане будет. Вот, поэтому, конечно, тут нагнетать не хочется, тут хочется, чтобы все, кто приедет отдыхать, они на самом деле, когда соблюдали этот масочный режим, там, проявили бдительность какую-то банальную, потому что иначе мы получим ситуацию, как весной и летом, как мы с тобой обсуждали, да, когда вся Россия ломанулась отдохнуть на море, при этом у нас были самые низкие показатели по заражению, потому что, ну, как бы отдыхать на Кубани дороже, чем в Европе. Люди не могут там себе позволить две-три недели, даже, пускай сейчас на новогодние праздники, они приедут на неделю, соответственно, симптомы проявляются через две, как и было с главой Калмыкии, Бату Хасиком, отдохнувшим в Сочи, но попортившим статистику Калмыкии. Вот. Екатерина, а как у вас обстоят дела? Ну, на самом деле, в Шерегеше все уже распродано, Шерегеше забит под завязку. Я сегодня разговаривала с представителями туристических агентств, они говорят, что места бронировали еще начиная с августа месяца, и сегодня мест, не то что в отеле, раскуплены даже квартиры. То есть люди не могут приехать, даже вот снять квартиру на новогодние праздники, покататься в Шерегеше. Этого просто нереально. Это не представляется возможность. Одна из причин низкие цены, потому что средний чек отдохнуть в Шерегеше, вот мы сегодня разговаривали с представителями туристического агентства, 50 тысяч на двоих. Да. Это включено завтрак и скипас. Правда, это без доставки до Шерегеша. Ну, вы понимаете, что доехать до Шерегеша, ну, это не очень большие цены. Можно там на самолете долететь с пересадкой, можно доехать на поезде, очень многие на своих машинах едут. И 50 тысяч на двоих – это достаточно привлекательная цена по сравнению с тем же, как Андрей сказал, в Краснодарском крае. Вот. И есть единственное такое, вот мне сегодня раскрыли, такой лайфхак, что можно вот те люди, которые покупали билеты, путевки, предположим, у них скоро заканчивается 30 дней. То есть, например, на рождественские праздники можно успеть поймать хорошее предложение в Шерегеше. Это редко, случайность, но это можно сделать. Вот. Что касается эпидемиологических норм, они соблюдаются, маски одевают, ну, туристов, соответственно, заставляют одевать маски, но вы прекрасно понимаете, что заставить одно, но исполнять, как говорится, ограничения – это уже на волю каждого. Единственное, в этом году шлемы и маски запрещено выдавать в прокат. То есть, все только из горнолыжного снаряжения, только лыжи, например, и сноуборды можно брать в прокат, а все остальное – это маски, шлемы и прочую атрибутику надо вести с собой. В Шерегеше также очень популярны детские сады, когда можно оставить ребенка, например, в детском саду, его там покормят, с ним покатается инструктор, он поиграет в детском саду с ребятишками, но вот в этом году это из-за пандемии введены ограничения, и, то есть, ребенка можно оставить под присмотром инструктора всего там на пару часов, чтобы он с ним позанимался, и питание не будет предоставлено. Вот, собственно, так. В кафе также соблюдаются требования, но все прежде всего зависит от туристов. И новогодний, сам Новый год, ограничения до 23 часов, то есть в 23 часа все рестораны, кафе и какие-то места отдыха будут закрыты. Екатерина, спасибо большое. А вот как оценил последствия ограничительных мер на Новый год для малого и среднего бизнеса заместитель директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Максим Васильев. Давайте его послушаем. Руководство города отчитывается о том, что ситуация взята на контроль, но на самом деле, если пик заболеваемости придется новогодние праздники, которые достаточно долгие, и это обычно время каникул, в том числе и для медперсонала, и для врачей, то это может привести к потере контроля над ситуацией именно уже внутри лечебных учреждений. Именно поэтому, на мой взгляд, именно этот промежуток времени и взят под определенные ограничения. Почему Питер? Ну, поехать особо сейчас некуда россиянам, и я думаю, что многие выбрали бы северную столицу, но это не лучшая идея. Что касается малого бизнеса, конечно же, в новогодние праздники у некоторых представителей малого бизнеса год кормят, и ограничить их в этой работе – это очень серьезное решение, которое должно быть подкреплено какими-то финансовыми компенсациями, безусловно. Просто запретить и сказать, ребята, хватит, погуляем потом, конечно, нельзя. А самое главное, граждане должны понимать, что подвергнув себя и свою семью опасности, заразиться коронавирусом перед длинными каникулами новогодними – это достаточно такая себе история опасная. Единственный точно эффективный способ остановить пандемию, на мой взгляд, это всем проявить сознательность и понять уже, наконец, что ваше здоровье и даже здоровье окружающих зависит, в принципе, от вас. А мы продолжаем следить за новостями, впереди нас ждет много интересного, не пропустите. Присоединяйтесь к нам, делитесь своим мнением о смыслах недели в комментариях, подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы быть в курсе новинок. Рассказывайте о нашей рубрике друзьям и знакомым, чтобы они были всегда в курсе самых важных событий. Не верьте слухам, читайте Федерал Пресс. Редактор субтитров А.Семкин